Российские НПЗ повышают свою эффективность, даже несмотря на значительную нехватку ликвидности. Каким именно образом обсуждаем с Александром Колесниковым из Европетролем Консултантс. В каком состоянии сейчас нефтеперерабатывающие заводы в России, с какими проблемами они сталкиваются? В настоящее время подходит к завершению этап коренной модернизации крупнейших отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Практически завершена программа инвестирования в качество уровня Евро-5. Крупнейшие заводы продолжают реализацию программы повышения глубины переработки. Но это уже не первый год происходит? Да, действительно, по четырехстороннему соглашению эта программа запущена в реализацию уже четвертый год. К сожалению, в настоящих условиях нестабильности финансовых рынков, нефтяного рынка, программы о модернизации в части повышения глубины переработки в настоящее время претерпевают существенные изменения, вплоть до заморозки временной и переосмысления ее с учетом существующих реалий. Но как-то компаниям приходится выходить из сложившейся ситуации, может по-другому оперировать своими финансами, направлять эти потоки в другое русло. Сейчас они могут что-то изменить в ситуации, которая сложилась? Да, действительно, конечно, те оптимистичные бюджеты прошлого года претерпевают существенное сокращение. Это повсеместная тенденция отечественной нефтепереработки. В качестве альтернативы компании уделяют особое внимание вопросам малозатратных проектов, позволяющих как минимум минимизировать ущерб от экономических... То есть все финансы, которые есть, аккумулировать и на менее затратные? Да, действительно. Основная сейчас задача, то есть переход к проекту при минимальных затратах, позволяющих сохранить уровень маржи, либо приблизиться к прошлым показателям. О каких показателях мы говорим? В первую очередь, в рамках реализации инициатив по оптимизации операционных затрат, все российские компании в настоящее время реализуют программы повышения энергоэффективности производства, повышения операционной готовности, оптимизации структуры управления заводами и управляющими компаниями. Но о каких цифрах маржинальности мы говорим на российских заводах, на европейских? Изменилась ли ситуация за последние годы и в чем именно? Ситуация в России и Европе поменялась местами за прошедший год. Если в прошлом году, в 2014 году российские НПЗ в среднем показывали маржинальность на уровне 7 долларов за баррель, то в настоящее время этот показатель дошел до уровня 1-2 долларов в зависимости от логистики. То есть, по сути дела, маржа европейская стала в настоящее время российской маржой. И наоборот, в силу того, что европейские заводы получили доступ к дешевому нефтяному сырью. Ситуация с 1-2 доллара за баррель, насколько она устраивает нефтеперерабатывающие заводы? Смогут ли они в этих условиях модернизироваться и соответствовать определенным своим прогнозам? Ну, однозначно, этот вопрос требует решения на государственном уровне. Почему? Потому что, опять-таки, обязательства, взятые на государственном уровне, компаниям сейчас проблематично исполнять в текущих макроэкономических предпосылках. Тем не менее, если государство найдет в себе желание и возможности пересмотреть путем некоторого смягчения требований к программе модернизации и ее переноса на несколько лет, это может послужить, скажем так, подушкой-буфером, который позволит компаниям нефтеперерабатывающим адаптироваться к очень жестким конкурентным условиям, в которых оказалась российская нефтепереработка. Ну, вот сейчас те условия, которые государство предъявляет нефтеперерабатывающим заводам, в чем именно они сложны для самих предприятий? Ну, во-первых, это требование к 1 января 2016 года всем предприятиям нефтепереработки перейти на выпуск 100% продукции товарного бензина и дизельного топлива в соответствии с требованиями Евро-5. К сожалению, не все российские нефтяные компании физически готовы к стопроцентному выполнению этого требования. Соответственно, на наш взгляд, это требование в текущих условиях не является столь критичным, поскольку не позволяет компаниям, инвестируя в качество, создавать инвестиционный ресурс для реализации проектов повышения глубины переработки. Ну, когда предлагали это, это была просто возможность уменьшить сверхприбыли, да? Сейчас же это не дает особой прибыли? Нет, в принципе, эта программа реализации и повышения качества товарной продукции, это было, скажем так, стремление соответствия европейским, американским требованиям по качеству продукции. Однако, опять-таки, повторюсь, в текущих условиях считаю целесообразным переосмыслить приоритеты со стороны государственных регуляторов к выполнению подобных программ, поскольку повышение качества продукции при определенном, даже, скажем, существенном отставании автомобильного парка формирует избыточные требования, которые не востребованы рынком автомобилестроения, смежных отраслей производства. Соответственно, экономики страны, они не несут той добавленной стоимости, которую могли бы принести проекты повышения глубины переработки. Возможно ли определенная конкуренция в отрасли, когда у одного завода есть ликвидность, он решил повысить качество продукции, соответствовать стандарту, а тем самым привилечь определенное количество клиентов? Есть ли сейчас в этой области конкуренция? Не только конкуренция, но и, как мы видим, у компаний назревает необходимость горизонтальной интеграции собственного бизнеса по регионам присутствия. Все мы знаем, существует в России 25 крупных заводов нефтеперерабатывающих, и, соответственно, в текущих сложных макроэкономических условиях априори заводы, находящиеся в выгодном географическом положении, то есть это ближе к потребителю, например, к европейскому потребителю, находящемуся в северо-западном регионе заводы, либо с доступом к морским путям, конечно же, находятся в более выигрышной ситуации. А частные компании, насколько они сейчас могут консолидироваться, определенные сделки слияния, поглощения происходить? Насколько это актуально сейчас? Как мы видим сейчас, в связи с окончанием, скажем так, эры дешевых кредитных ресурсов, особенно заемного финансирования, такие инициативы нигде не прорабатываются. Сейчас речь идет об оптимизации активов вертикально интегрированных нефтяных компаний, как внутри России, такие крупные структуры, у которых более пяти нефтеперировавших заводов, и также балансировка по марже за счет инвестиций в оптимизацию производства на зарубежных активах российских нефтяных компаний. То есть мы сейчас находимся в той ситуации, когда активы, принадлежащие российским нефтеперерабатывающим компаниям за рубежом, позволяют нивелировать падение маржи на континентальных внутрироссийских заводах. Об эффективном управлении российскими нефтеперерабатывающими заводами мы говорили с Александром Колесниковым из Европетролиум Консултанс. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцов, специально для Дукаскопи ТВ из Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok